номер 512 события дня марка 12 26 а о мертвых что они воскреснут разве не читали за 7 мая 2017 года посоветовал всем посмотреть художественный фильм искупление про одного раввина как он уверовал и далее как он проповедовал и далее день победы слова мои и дальше как поется тем более завтра день победы отмечает и вот день победы я его могу еще раз проиграть нужно играли тогда посмотрите я считаю мои слова намного лучше чем те которые заложены там лещенко поют там временно для определенных людей а это на все века и всем людям любой нации день победы людям мира невдомек лев иудина колено в гроб возлег день победы не народы всей земли и не ангелы его нам принесли этот день победы иисус принес разгромив врага воскрес христос и младенец до припева чтоб возрос христос воскрес христос воскрес христос воистину воскрес свет спасения долгожданный наконец даровал нам на голгофе страшный крест все пророки провещали нам о нём солнце гаснет там не вечером а днём пост с молитвой неустанной столько лет выводили на христа кровавый след воскресенье день воскресе даже прах иисус наш милосерд как и вчера только дал бы бог раскаяться тот час никогда его ничем не огорчать дух святой на благовестие подвиг пасха вечная а жизнь лишь только миг 15 марта 2006 года поется на мотив день победы как он был и вот тут новый ролик появился общего игнатия лапкина роман малыш плоская земля его поставил даже вот у меня сегодня новый здесь аппарат и надо смотреть в лупу идет тут запись или не идет вот так намного мне тут непонятно стирать как так и не мог узнать роман даже не просил вас удалять это вы уже от излишней женственности щепетильность и артуру пишу алёхину составителю розы этого ролика если будет то говорить против так по сути это только мне бы хлопотать об этом что ролик убрать но я никогда и никого об этом не просил еще ни разу и не думаю это делать чтобы ролик где-то кто-то поставил я просил его убрать даже не представляю как это может себя размежать раскиселиться мне понравилось пишу его как наглядно показались первую вода из затычки течет и уходит замечательно это ваш ролик будет жить долго а вас обвинять никто не посмеет ибо вы но видно же что сделали этот ролик с любовью прошу принять мою просьбу быстрому исполнению пока батюшка здесь то есть он его убрал сликвидировал его прошу поставьте опять а то дома он уже не увидит этого первые ваши два он одобрил понравилось отцу акиму вы молодец или мне его отдайте этот ролик передайте с тем же названием я его выставлю ничего не меняю и тогда уже несу за него полную ответственность михаил кальмаев пишет прочитал мнение о войне священника как крик души мало кто знает о потрясающем священнике спиридоне кислякове отец спиридон был первой мировой войны на фронте в качестве полевого проповедника воодушевлял солдат идти в бой сан архимандрита он был возведен в качестве награды за заслуги перед отечеством а в 1916 году написал исповедь которую опубликовали только в 1919 году цитата будет длинной но она стоит прочтение я не много читал и кажется убурят трудился там кавычки открыты перо выпадает из рук при одной только мысли о том что я делал на войне я будущий священником алтаря христова все время войны с крестом и святым евангелием в руках ревно созанимался кровавой травля одних христиан на других я запричастил святыми тайнами около двухсот тысяч солдат которые от меня шли убивать христиан во что я превратил святые тайны не в одно ли из могучих средств воодушевления солдат на убийство подобных себе солдат через причащение солдат идущий кровавый бой не посылал ли я самого христа убивать людей и самому быть убитым своими кощунственными безбожными проповедями я безумно вдохновлял своих отечественников воинов на бесчеловечное убийство и зверское истребление немцев и австрийцев с пеной урта я убеждал их в том что настоящая война есть божье правосудие над тевтонами и мы русские в купе с верными нам союзниками в настоящее время являемся в руках божьих грозным всеистребляющим орудием его праведного гнева на властолюбивого германию поэтому мы должны считать своим священным долгом без всякой пощады убивать немцев и железной рукой уничтожать и сметать их с лица земли как самый вредный элемент человечества я мастерски подтасовывал евангельские тексты и исторические факты с той целью что перед судом христианской совести воинов не только оправдать эту народную бойню но и придать ей характер чисто религиозно-нравственной теперь же за все мои военные подвиги в кавычках совесть моя беспощадно меня мучает особенно меня мучает смертельная тоска по живому христу я ради интересов государства своей русской нации и личной жизни давно отрекся от него от бога ради христа я отвергаю всем своим существом отрицаю и проклинаю всякую войну со всеми ее свойствами принадлежностями церковными благословениями молитвами и молебными о победе врагов и все это считаю явным и сознательным отречением от христа и его евангельского учения ради христа отрицаю и всем своим существом отвергаю и проклинаю все свои военные проповеди и считаю их за открытую вражду измену христу его святейшему учению но и показано где найти вячеслав марущак срочно нужна молитва друг и брат во христе бывший протестант который принял православие он готовился покрестить свою дочку трех лет сейчас она в реанимации брата зовут саша его дочь оливия и далее пишет владислав христос воскресе воистину воскресе благодарю за молитву девочку ночью покрестили в реанимации вскоре после крещения она стала дышать своими легкими отключили от аппарата под утро пришла в сознание ну а ближе к обеду перевели в реанимации в палату слава иисусу христу вот мы молились нам очень приятно слышать ибо во первых слышу что когда вы собираетесь в церковь между вами бывает разделение чему от счастья и верю павел говорит дальше люди становятся эритиками оставаясь внутри церкви теперь же когда они вне церкви они приносят нам больше пользы не тем что учат истине которые не знают но побуждая плотских христиан искать истину а христиан духовных ее растолковывать в святой церкви с многом уже искусных перед богом но они не бывают явлены в нас пока услаждаясь мраком своего невежества мы предпочитаем придавать со сну а не созерцать свет истины поэтому многие пробуждаются от сна благодаря эритикам дабы видеть день господень и возрадоваться и так будем пользоваться эритиками не с тем чтобы одобрять их заблуждение а чтобы самим быть более бодрствующими осторожными защищая каполическое учение от их козни хотя бы самих их и не могли мы призвать к спасению августин и панийский блаженный августин об истинной религии я далее пишу артуру алёхину благодарю вы ролик ваш этот не убирайте это ваш труд в нем вы никого не обидели на наших ресурсах вы можете найти море материала еще раз посмотрите на название и на число тем на нашем форуме сайте ю тубе от ваших роликов таких вот польза всем и да благословит вас господь на всякое доброе дело игнатий артур отвечает да конечно я бы хотел чтобы вы его скачали и и далее сделали с ним все что захотели а я бы со своим все таки удалил бы у него нападки стали я отвечаю тогда можете уже убирать только сохраните до лучших пониманий о значении такого нужного и талантливого составленного вашего видеоролика на наших ресурсах нам хватит материала не уходите с наших ресурсов повторяю что мне ваши ролики о нас все понравились как и вы сами теперь когда я закачаю этот воскрес ваш прекрасный видеоролик на своем виде канале во свете библии открытым оком то уже этот же свой ролик вы можете закачать как я понимаю изменим у него или название или вес может быть я и не так понял но именно так выводит система когда заканчивается закачивается дубль и она об этом поясняет не пропуская повтор артура лёхин спасибо большое за теплые слова игнатий тихонович мне очень даже нравится смотреть ваши ролики и ваш подход к религии я можно сказать поклонник александра мнения андрея кураева и ваш только пожалуйста объясните роману что я его не хотел обидеть и ничего плохого ему не желаю я напротив очень симпатизирую ему как человеку я ему даю сигнал дьякон андрей кураева игнатий лапкин и максим степаненко выставил вот тут показано наши наши беседы с отцом александром меня на нашем сайте тоже показы артур пишет мне сейчас удалю удалил закачайте снова теперь он будет считаться уникальным я пишу благодарю выше и скинул вам ролики где андрей кураева отец андрей александр мень отец андрей кураев приезжал сюда и теперь у него все мои 38 книг артур пишет я смотрел кураева и слушал ваши беседы с александром меня несколько его книг глав я даже озвучил в аудиокнигах я пишу у отца александр мень мне пришлось даже исповедоваться и причащаться как помнится и у меня есть где-то в архивах его проповеди на 16 часов звучания которые не ведаю опубликованы ли где был то там фотограф и повсюду нас фотографировал но ни одно фото мне так и не попало отец александр мне тогда подарил свое фото где он на могиле матери совершает молитву надписал ее когда мне пришлось тут вести три радиопрограммы на радио то наши беседы с отцом александром меняем я разбил кажется на 6 сеансов были недовольные которые упрекали меня что вот я с таким знатным человеком спорю на что я ответил я мог спорить и говорить а другие это уже не смогут почему только потому что я говорил о своих с ним не согласия лично в глаза и это нас ни на шаг не отдалило а вы будете пинать мертвого льва и наши беседы уже вам не повторить никогда даже за сокровище всего мира потому что нет его он уже на той стороне мои ролики пытались комментировать разные люди но природное их хамство занесло и в черный список может быть это поприще вам артур предназначена свыше наши материалы пояснять там брать артур нет мне кажется свыше это громко сказано я всегда делаю обзоры на темы которые меня возмущают которые против справедливости и против здравого смысла на мой личный взгляд и честно говоря делая второй обзор на никиту и третий на романа я боялся что вы меня раскритикуете я руководствуюсь своими понятиями о честности и здравомыслием и справедливости и всякий раз боюсь что я не прав я пишу у меня написано три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений каждая по девять куплет в четырех срочных это четыре тома по 500 страниц стихами их назвать не решаюсь а название так проповедь в стихах так вот они иногда с двойным и даже стройным подтекстом и уже не раз мне говорили что нужно особое растолкование на эти стихи так вот если вы внимательно так разбираете без хамства дьявольского уже такие непростые вопросы то может быть у вас есть и соратники по такому делу из поэтов настоящих то вот бы занялся кто моими стихами вот так мне нужно видеть понимание людьми написано во мною притом нередко у меня напротив каждой строчки указано место откуда взята мысль книга святой библии глава и стих то есть чтобы прочесть только одно стихотворение нужно открыть святую библию 36 раз тут кто-то мне пишет я скрыл имя имея огромное желание приобрести ваши книги доброго времени суток игнатий тихонович в 1999 году познакомился с христом лично с детства мучил вопрос кто такой христос но никто из моих близких не мог дать ответ пока не попалась в руки книга для детей об иисусе христе прочитав ее я заплакал и стал верующим на тот момент я думал что я один такой 2001 году в экстренных ситуациях я трижды слышал голос если ты не придешь ко мне то погибнешь тебе нужно идти к своим когда уже совсем стало невыносимо я встал рано утром и пошел православную церковь города нирюнгри республика саха якутия на входе в храм меня встретила крышка гроба и бабушки сидящие рядом на мой вопрос где мне найти человека близкого к богу они сказали что он сейчас занят отпевает мертвеца который проектировал этот храм я сказал что ему уже не помочь а мне еще можно на что они очень удивились а мне пришло место из писания что вы как скрытые гробы снаружи красивые внутри полной костей гнили рядом с храмом располагался и расположен до сих пор дом молитвы евангельских христиан зайдя в него я увидел радостных людей и на мой тот же вопрос они ответили мы все близки с богом на то время у меня было очень много вопросов на которые я не мог ответить считаю новый завет и тут настало время моих откровений через месяц меня крестили в этом доме в бассейне в полное прямое однократное погружение не назад как вы говорите в смерть в этот момент я поверил что я умер для греха и родился для господа что я омыт и прощен в тысячи пятом году сравнивая с тем что написано в библии я начал понимать что это не церковь особенно после библейской школы я стал засыхать к этому времени у меня накопились уже более глубокие вопросы на которые не могли и не хотели отвечать говоря зачем ты капаешь то есть копаешь или капаешь не понял я понял что у меня снова нет семьи в 2005 году я возвратился к себе на родину в кемерово походил немного пятидесятником но уже ничто не радовало пытался как-то сам выжить в начале этого года отчаянно помолившись господи дай мне учителя уже на следующий день я был на вашем канале в ю тубе и до сегодняшнего дня я как заново родился благодарю господа за вас вы мой учитель в познании иисуса христа но человек новый пишет я и знать не знал его вначале хотел выйти с вами на skype вопросов было очень много но на все эти вопросы на все вопросы главное я постепенно получал ответы из вашего общения по skype с другими людьми это мне все говорят ни одно и тоже задают вы меня полностью убедили что православная церковь истинная хоть и захвачена пиратами и так 28 апреля 2017 года я пошел в наш поместный храм то батюшка анатолий объяснил мне что у нас женой незаконченное крещение и уже 29 апреля батюшка покрестил двух наших маленьких детей просто помочил и помазал их голову полного погружения не было а она с женой помазал миром супруга моя тоже принимала однократное погружение в том же месте где и я и вот теперь вопрос игнат тихонович объясните пожалуйста имеем ли мы на самом деле женой крещение и что делать теперь с неправильным крещением наших детей скажите как по вашему обязательно ли носить нательный крестик еще один вопрос как приобрести ваши книги новый завет с толкованием три тома и к истинному православию считаю что эти книги будут мне очень полезны заранее спасибо за ответ с уважением виталий б я скрыл его я отвечаю исправить можно направить свои стопы сюда к нам в потеряевку где 9 июля 2017 года будет истинное крещение с полным погружением в озере вы вовсе даже недалеко от нас к нам приезжали из франции из германии из бразилии америки австралии других отдаленных мест наталья чернова мировым игнатий тихонович подскажите папа наш крестился полное погружение а ребенку 5 лет 5 лет было его посадили по пояс в чашу с водой то и сверху поливали ковшом считается ли что ребенок крещен я отвечаю где стоит слово крестить крещен там стоит в оригинале слово погружен в данном вашем случае погружена была задняя часть на которой сидят вот по ней будете умудряться крестился не человек погружена была только его задница сергей и христос воскрес благодарю бога заявленную ко мне милость через его соработников которым я питаю любовь и которая мне дается с трудом как и молитва пример который подал еще царь давид и который непрестанно призываешь ты игнатий тихонович благодарю милостивого бога за полученной книги от тебя и за ропот моей любимой жены раисы через которую бес нападает божьего человека причиняя таким образом мне больше огорчения воистину господь принес меч которым разделяет людей по своему божественному промыслу так что домашние иногда становится врагами но мне господь дороже и мои братья во христе если возникнет вопрос выбора моя супруга любит меня как я ее не научился любить а за слабость к пиву беру в руки ремень и раза три лечу ее методом поркотерапии чтобы не забывалось что ее глава муж они без пьянства правда это мало помогает помимо также слова мудрого царя соломона о том чтобы не оставлял жены юности твоей утешался своей женой и гнатий тихонович прости меня что пишусь чаще одного раза в неделю я постараюсь укладываться в отведенный мне лимит учитывая твою загруженность и не докучать тебе спаси христос я отвечаю посмотрел ролик на южном пруду к володе пишу где никита бросает лопатой землю в воду вниз куда он землю бросает в воду потом придется это выгребать все наверх зачем же это делать нужно маленький заслон перед коробом сделать также можно из бревешек затем забить этот провал глиной перемешку с соломой вы же это делали на лагерном пруду где бетонный спуск и там володя показал за пруду на входе воды из пруда там внизу то солому бросали между слоями глины бросали там же солому терентий привез и толкушкой трамбовать сама на этот усохнет и будет за пруда относительно моего и наших приезда в пятницу это пока не решен вопрос из андрея он дать собирается окончательный ответ только в этот четверг мне это не подходит у нас деревне один такой житель есть все откладывает на последний день а потом и откажет а ты пронадеялся на него ненадежного то и остался ни с чем так вот нужно создать запасной вариант если андрей не поедет попросите виктора что он заправил проверил нашу газель и в пятницу как дадим сигнал мог утром пораньше выехать за нами попутно увезем накопившиеся для нас в деревне нужное у меня в доме здесь живут три голубенка хочу взять на никитин дом я его спрашивал он не против и там на голубят не нужно все обиходить вымести гнезда почистить воды в тазики поставить выход литок закрыть стеклом и с улицы придется сделать также как на володином доме с голубями но пока хотя бы закройте лишь литок стеклом а я могу и сам литок спроворить и подвесить такой же для пшеницы квадрат и на нем тазик зерном это тоже могу сделать сам но в тазик сразу насыпать пшеницы немного захватить думаю и старый голубя 2 чтобы там они могли пробыть лето детям это очень нравится и вот такой значит разговор у меня тут был в виде разговора и показать там что у нас есть этот мой мир я очень люблю эту систему мой мир лишь как удобно очень вот кто-то прислал мне но кто-то василий гидой священник как будто священник но вот прислал она мне не нужна мигает здесь я желаю убрать а убрать не уберешь не работает сегодня не работает у меня закачка идет может поэтому не идет тот второй еще кто-то пришел подарок от пользователя ну ладно далее у нас форум вот как он выглядит форум православный форум игнатия лапкина 1600 тем вот посмотреть как тут идет на новом не нравится мне плохо плохо видно все а цена такая большая дальше это я загружаю осталось на 31 минуту большой ролик и далее во свете библии наш сайт православный библейский сайт справа 4124 ответа на вопросы и по темам я иду отдельная тема выношу сейчас у меня уже вот на две темы и пойдет так что мне здесь нужно священство осталось все только два вопроса их надо разобрать и сбросить вопрос 2452 11 том открытым оком что можно посоветовать тому кто решился стать священником ответ ознакомить с шестью словами златоуста о священце чтобы имел представление что он должен будет делать а не просто кадилом дым пускать до тщеславицы хороший совет дает иеромонах нафанаил судников знакомому претенденту на должность тирана и самодура много знал занимался даже китайским языком здесь был английским ученый монах мирянину желающему стать священником заголовок сделаны константину филатову вот его телефон домашний когда я бог скажу беззаконнику беззаконник ты смерти умрешь а ты не будешь ничего говорить чтобы предостеречь беззаконника от пути его то беззаконник тот умрет за грех свой но кровь его его защищу от руки твоей если же ты остерегал беззаконник от пути его чтобы он обратился от него но он от пути своего не обратился то он умирает за грех свой а ты спас душу твою а а в том человеке кто дал соблазны языки или 33 8 9 дорогой константин я его знал в университете там работал попутно в епархии известно мне что тебе очень хочется стать священником и ты даже предпринимаешь некоторые жаки шаги для того чтобы это исполнилось неравнодушие к тебе тревога от твоей души заставляет мне написать тебе по этому поводу некоторые свои соображения о дальнейшей твоей судьбе и о твоей жизни в том что сегодня называют православным христианством христианство не существует без церкви для того чтобы в человечество сын божий нужна была человеческая плоть которую он получил от преснодевы для того чтобы человек родился во христе должен вам родиться свыше нужна церковь дух святой зачал в марии сына божия духом святым зачинается христианин в лоне матери церкви когда дух коснется сердца человека то человек всем сердцем обращается ко христу христос является человеку человек встречает христа как апостол павел по дороге в дамаск 9 глава с 3 по 22 стих человек падает перед христом и говорит одно господи что повелишь мне делать невозрожденного христианина господь посылает к анании он получает от матери плоть учения христова свои новые убеждения новых друзей новых родственников мать воспитывает его любя милость его прощая но строго наказывая и пить имьями ко мне обречаю тех обречая наказывая откровение 3 глава 19 стих так так мать воспитывать его любя милостью прощая но строго наказывая кого любить их обречая наказывая откровение 3 19 но церковь это не есть вообще любая организация уважающая библию или даже имеющая священство основные признаки истинной церкви это апостольское преемство иерархии на первом второе правильное святоотеческое понимание евангелия и третье внутренняя жизнь строго управляемая книгой правил канонами 7 вселенских 9 поместных и 14 святых отцов апостольское преемство кроме православных сохранили католики и монопезиты по второму пункту по крайней мере православные издают книги святых отцов что же касается применения их жизни то есть то этого не найдешь сейчас третий пункт сейчас почти нигде в современной православной с глубоким равнодушием и усмешкой глядят сегодня на книгу правил дескать время не то воистину пришло время нового христианства новое христианство завоевывает мир все больше и больше точнее мир завоевывает и христиан все больше и больше но новое христианство не дерзает еще напрямую отрицать евангелие а просто приспосабливать евангелие к своей жизни вместо того чтобы строить жизнь по евангелию новое православие еще не дерзает отрицать авторитет святых отцов но просто приспосабливает их учение к современности выбирая из него то что комфортно пример что находите в православной церкви вопрос хорошие добродушные люди друзья осознавшие собственной эгоистичной значимости от прислуживания в алтаре куда по канонам вы не имеете права входить 7 вселенский собор 69 правило уважительное отношение со стороны священников и может быть даже епископа милая около церковная суета вокруг прихода крестных ходов издание церковной литературы и прочего а если все таки удастся стать священником о это будет прекрасно я буду служить богу но как служить куда вести несчастных овечек попавшихся тебе на пути самое расхожее рассуждение а что я хуже других попов я знаю и выпивал с ними не раз большинство из них и такие уж и грамотные а я не меньше книжек прочитал многие просто разгильдяи а я по благоговении буду и к людям буду повнимательней относиться а большего и не надо кое-как досчитал эту строчку надо просчитать просто прочитайте что делать современные христиане это ответ ну далее эпиграф свой привожу вот этот вот горе вам последние десятилетия безбожного решима власть не преследовала верующих они враги были не опасны вот так тут что можно прочитать еще с кем ты был бы тридцатая со спасающими ложью или со святителями сохранившими своду во христе на тюремных нарах в лагерях и ссылках с кем бы ты итак церковь бежала из пустыни и церковь желает комфортно жить в мире откровение 12 6 в мире придется жить и вам приходится епископам угодничать фуршетить с президентами и мэрами главными административными сидеть за бутылкой и генералами и полковниками и директорами и коммерсантами награждать их церковными наградами принимать от них награды государственные придется это делать вам хоть может и не с таким размахом современные епископы и священники без системы без организации ничто из-за своего маловерия своего духовного ничтожества им необходимы знания здания от государства подачки от власти им необходимо признание общества признание мира мир создал эту структуру и без мира они ничего не не значит верующие им нужны как правило в качестве источника дохода для себя для епископа для возрождения православия то есть строительство зданий и золоченых куполов продаж и считайте боюсь я более всего себя в любви к иисусу не остыть билетом особенно когда враги следят по проповеди бьют слепым дублетом боюсь не буря не такое видел войти вдруг в заводь староверческую ряску на дне оглохнуть среди застывших лилий мидий страшиться обречении то есть тряску не дай не приведи к тому господь не вынести щадящий запах свечки но слишком скучно кучно ли легла заряда дробь от обличения путь похож на млечный страшусь воистину хоть малость пропуститься смертельной схватке не дожать врага свой караваном не довести бы в пристань там пока хозяин не запрет врата изменники горластые сутяги которых из ладони я кормил они же вылезли с такой протухшей бякой что белый свет покажется не мил но не страшусь за тех кто им внимает крепиться начинает знак крушения враг до трусов разденет и до майки их доводы сосватает и жене не темноты боюсь за тех кто взлет темнит и охорашивается до одной пылинки не устоять им против наших книг с библейским курсиво ржавой начинкой не огорчать бы бога несмирением а граду заповедь не перелезь тайком прожаривает стерильности превыше христово брения прожаривает своим кипятком прожаривает словом кипятком вот как 7 12 04 ну даже уже не знаю сколько мы тут говорим цифры не видать даже даже в лупу не видно и не знаешь как начал записывать то есть она что здесь много надо знаю ну вот теперь еще один до священстве но то что то то что было это убрал уже священцы совет вопрос шестьсот пятьдесят седьмой второй топ открытым оком в чем заключается основная работа священника разве не том чтобы ввести свою пасту ко спасению почему священник в вашей общине мало общается со своими прихожанами а больше занимается сельским хозяйством разве община не смогла бы обеспечить всем необходимым ответ по вашей записке видно что вы отца акима совершенно не знаете это мой родной брат аким тихонович он на пять лет моложе меня пришел к христу через меня он мне очень дорог теперь как духовный отец в том смысле что я у него исповедуюсь и причащаюсь меня никто не упрекнет в неблагоговенном отношении к нему его сану но так же никто не скажет что я заискиваю перед ним или ищу ему льщу ему от меня достается будь здоров бывает и упреки укоры как раз то что он мало общается с людьми по соседним деревням не благовествует в окрестностях а больше едет когда в кармане то только у него больше нету нигде так сейчас надо глянуть чего у меня здесь есть совершенно не видно мне бы хотя бы 105 процентов нету общается со своим прихожанами это неверно он исключительно прост в общении доступен для прихожан в любое время его прихожане это и православный поселок потеряевка он ежедневно среди своих прихожан беседует и шлифует их апостол павел хотя и не говорила себе что может жить от благовествования но однако работал и руками своими проповедуя даром не убранное поле за что же мне награда за то что проповедуя евангелие благовествую о христе безмездно не пользуясь моею и властью так согрешил ли а тем что унижал себя чтобы возвысить вас потому что безвозмездно пропадал вам евангелие божие 2 коринцином 11 7 действительно у батюшки свое хозяйство свой огород матушка людмила прекрасный агроном от отца и акима никто не уезжает с пустыми руками если у него появляются излишки денег то он их всегда употребляет на других и на храм он для вас действительно один из нас когда если пьет с нами за одним столом нам тяжело провожать его к архиерею нагруженному всегда подарками от своих трудов для священников его собратьев и архиерея у него всегда проходят общие трапезы все святы анфимовской общины и креста воздвиженске ваш вопрос от незнания дела и приглашаю вас в гости к батюшке вот так это вот написано так теперь мы хотя бы посмотрим сколько у нас тут даже невероятно совершенно нет но теперь я беру его и наклоняю еще тут больше нет вот так на этом все пока а